Глядя на Ирину, тяжело поверить, что она владелец майнинг-фермы. Вот только долг за электроэнергию ей пришел как профессиональному охотнику за биткоинами. 12 тысяч рублей. Выяснила случайно, когда переоформляла на себя вторую часть дома. Площадь она получила в наследство от мамы. Выходит, именно ее мама-пенсионерка, как говорят, нажгла. Мама жила одна. То есть это маломобильная женщина, возрастная, ходила с ходунками. Электроприборов с большим потреблением, с большой мощностью у нее не было. То есть, ну что, телевизор банально, телевизор, холодильник и несколько лампочек Ильича. При этом мама Ирины даже переплачивала это по информации системы Город. Так что нежданный долг показался вдвойне несправедливым. Ирина обратилась за помощью в общественную приемную ЖКХ-контроль. Суд первой инстанции никаких доводов не принял. Играл за Барнаульскую гор-электросеть. Но в овертайме апелляции финальную шайбу забросил юрист общественной приемной. Выписка из лицевого счета обнаружила нестыковки. Гражданки. 100 тысяч киловатт за один месяц начислено. То есть это более 300 тысяч рублей. Разово на месяц в лицевом счете было отражено. А как вы понимаете, это полдома, обычного одноэтажного дома, там с несколькими розетками, с обычной потребительской мощностью. А это по сути производственные масштабы. Ирина сохранила все квитанции за долгие годы. Это помогло юристам. И наоборот, Ирину выручила общественная приемная ЖКХ-контроль. Государственная организация, в которой помогают бесплатно и принимают с любыми коммунальными проблемами. Есть горячая линия. И если вот такому дому начисляют коммунальный платеж, как нескольким заводским цехам, звоните и просите помощи. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.